Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Там было две упряжки исключительно из якутских лайк, и все были вот с питомника артик-трэвел. Но якутская лайка, она действительно отличается выносливостью. Они не скоростные, не как там хаски, допустим. Даже с сибирскими хасками они менее быстрые. Но зато они упорные и будут хоть пешком идти, но они будут идти. То есть они не упадут и не будут валяться, как некоторые собаки делают иногда. И они сильные. Да, и очень сильные собаки. В данное время сколько якутских лайк в республике? В республике я не знаю точно сколько, потому что из рожденных пометов... Вот, допустим, у нас в Якутске рождается где-то около 20 пометов в год. В год? В год. 20 пометов это что такое? Это 70 щенков примерно. То есть почти основная масса щенков, это 50-60 процентов, оно все уезжает за пределы республики. Остается совсем мало собак. Но 30 процентов остается. Последнее время, вот раньше мы тоже продавали все щенков на вывоз в основном. И сейчас у нас ведется племенная работа в питомнике. Дело в том, что у нас собак очень много старых стало, ну, которым за 10 лет, и сейчас у нас 10-летние собаки есть. Вот, и в целях того, чтобы омолодить питомник, мы вяжем исключительно для того, чтобы из этих пометов себе оставить щенков. Вот как, допустим, в прошлом году мы повязали несколько сук стареньких уже, ну, таких возрастных, и, ну, почти всех щенков себе оставили в питомнике. К нам поступил звонок. Алло! Алло! А, да-да! Алло, дарабыл, рон! Хантедер едет дегдей! Ага! А, бля, Антедер едет, где на Никанте я на вопрос феррарит. А, деда! Айтиган! Ена Никанте, здравствуйте! Здравствуйте, слушаю вас! Иван Михайлович испокует. Ага. Я хотел бы узнать, сколько стоят ваши эти пшенки? Наши щенки стоят... И как их приобрести, как еще? Приобрести очень просто. Нужно позвонить по телефону на Чичурмуран. И щенки сейчас есть в продаже. Щенки стоят 45 тысяч рублей. Один щенок, он с родословной РКФ. И в основном щенки от титулованных родителей. Вот, щенки у нас сейчас на продаже есть. Есть, можно звонить. Угу. Все. Дерек, Василий. Василий, курахтехилерке ханы-ханы породы оттар? Хлорубик-эттлерде? Маламут кэттар, якутский лайк. Уссы ханы-ханы кэттар кэтталарей? Утар, бастан, халыбит, ондей салаха ездовый оттар кэтталареды. Утар, северный ездовый. Утар, бүлкан, бүлкан. Угу. У нас есть много людей, которые были в этом году. Но у нас есть немецкие старки, которые были в этом году. Истинные люди, которые были в этом году. Алыбайдыр тоже. Алыбайдыр тоже. Да, и ухардыр тоже. Что это? Легко. Кто-то, где-то? Что у тебя? Кто-то? Конечно, больше не уходишь. Уже в этот раз Planet обучения о городе. Это когда он приходит на телевидение. Осталось еще 10% кольер. Молодцы. Как супер related, конечно, на телевидение. На телевидении. Как раз мы говорим, например, Например, мы в Русский процессе не делали. Он на команды. Он на лево на право. Он там сыргалары, сонар сыргалары, бэн омар онду и ефтер канталар аплахаамды? Атон, атыгыдылар, альча хайда, альбах, тон туақта сайттар баалар, онгарар туақтар. Собот и туақт и туақтар. Атак, бэйбет, кора декар бэйбет мағаста бұд. Василий онгар, бэйн омар, маған бұл, Максим дэн бар. Атон, бэйбет, омар айтон Negative бүдгалар. И маған бұл күліпта, и күліпта бұл күліпказарықтан зонды бұтармей. Айтон, омар туп тұп түт. Вауасилий, бұл көрің тұлға келесіраныр, тоқын келесіраныр дейтін, де? Категориян келесіраныр, алимпиадыға да келесіран? Да, бұл ойтқын бұл бәлдің. Я ученый, для того чтобы в Киний, он уже 6 категории, и я ученый. И я ученый в Киний, он будет ученый в Киний. 6 категории, да. Что это значит? У меня есть интернет. Я ученый в Ютубе с интернетом. Что это такое? Что это такое? Многие дети ученые, которые ученые, они ученые. だけ, ну ладно, вот так, это было не так, какой умный спорт. Вот мы не психиатры вот это, но как мы устроены? Ну да, мы так это делаем. Вот так, в принципе, мы так двигаемся на что-то, типа, дорогу, сталь, парнил не так, Да, вот так, животные. Нет, это не так, строительство, что это рынок играет느�, не так, не так, да? Да, нет, это же производительство, мне не так, я не знаю, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телевизор, радио, инстагратор, инстагратор, инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор, инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор, инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор, 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 инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор, 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 инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор. Телевизор, радио. Телевизор, радио. Телевизор, радио, инстагратор, инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор, инстагратор, инстагратор. Телевизор, радио, инстагратор. Телевизор, радио. У нас нет в Якутске экспертов по спорту именно по охотничьим качествам. Поэтому Минсельхоз Республики каждый год приглашает привозных судей. У нас таких нет. Но обучиться очень нетрудно. Если есть желание, если есть время, мы можем в этом помочь. То есть, если у вас есть желание стать судьей-экспертом именно по охотничьим видам спорта. Вот. Значит, по второй вопрос. Якутская лайка. А, якутская лайка. Значит, есть якутская... Именно издавая до охотничьей регистрации вам. Они универсальны. Вот эта наша собака, она издавая, охотничья и оленигонная. Значит, она универсальная порода. Но я поняла, вы вопрос задаете именно по охотничьей якутской лайке, которая сейчас находится в стадии развития. То есть, их пока не регистрировали, потому что у них нет еще точного описания. Опять-таки, нет даже начального стандарта. Когда вот это будет разработано полностью, тогда породу примут. Но как бы там очень спорный вопрос. Она очень сильно похожа на восточно-сибирскую лайку. Ну и как бы... Поэтому, наверное, такую породу будет труднее принять, чем якутская лайка в таком виде, в каком она сейчас есть. Я поняла, это якутская охотничья собака. Так порода будет называться, наверное. Вот. И... Хотя каждый год проходят выставки, и этих собак как бы описание делают эксперты по охотничьим качествам. Значит, наверное, скоро скоро что-то будет пройдет. Но это все нужно для... То есть, для скорейшего принятия породного стандарта нужно, прежде всего, участие владельцев. Активное. Вообще, на сегодняшний день в России зарегистрировано полторы тысячи собак. То есть, это... Вы представляете, да, что в девяносто восьмом году было одиннадцать собак. И сейчас их полторы тысячи. Это, конечно, много. Официально? Да. Это официально, это с документами. То есть, это собаки старше года, получается, примерно. Вот, не считая щенков и прочего. Вот. За границей у нас тоже очень много собак. Допустим, у нас во Франции несколько питомников уже больших. Которые каждый год рождают щенков. И, значит, у нас много собак в Германии. Основное поголовье у нас находится Франция, Финляндия, значит, европейские страны. И одна собака есть в Америке. Даже в Америке? Да. И недавно как бы еще увезли собак в Бразилию. И, соответственно, там скоро будут ждать щенков. То есть, спрос есть, да? Спрос есть. Да, да, да. 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 Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. У меня есть семинар, который был издавой спорт. Мы объявили шансы в 1910 и мы хотим быть сертификатом. . . Это 1 кг примерно 35 кг. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Это примерно примерно 35 кг. Мой клапан выплым. Мой клапан выплым. Но я учусь на сегодняшний день как трансфейцарий, он привлечет по трансфейски, как трансфейцарий, и так далее. Моламут, он стал 5-й, когда потолковал он? Да, он стал 8 по-английски. У меня есть фрагм. Когда катались паролете, который не стал... В доме все там ездят! Ты тюльген в тюльгене старфальность Баламута? Маламута, она только в тюльгене? Да, тюльгене. Она в Маламуте приходится с consciением, и Наскорда и приходится с Маламутом, и Наскорда Маламутом Пластиковой в тюльгене. Он только в том смысле, что участников Баламута не приходится. Как вы имеете ли, Х位ит Волков? Были почитать, что мы не приходили. В этом году они были 앞에 сюда, и там в Интоуэзии надо было в тюльгене. Она была в тюльгене, но я чувствую себя за тюльгеном, и и и и и и и Это очень полезная работа, и гражданские подсчетки, которые будут проходить работниками, которые будут испытываться на работу. Да, да. Убирайшка на фамилии. Кто же это? Спонсор. 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 Формула-1. БМВ, Мерседес. Маламут, Хаски. Лайк. Бегет. Хаскилеры. Они будут играть. Но Кылгаз-дистанция. Спиринтер-дистанция. Мы обладаем тяжелее, но они будут играть. Они будут играть. Они будут играть. Они будут играть. У них нет. С маламутами намного тяжелее справиться. Это должен быть опытный человек, который может удержать таких больших собак. Может ими командовать. То есть, вперед и так далее. Потому что эта собака физически очень сильная, ей трудно управлять обычному человеку-новичку. Вот, допустим, икутская лайка, да, или там тот же самоед, им намного проще управлять новичкам, управляться с такими собаками. Потому что они и по характеру такие очень добродушные, но и физически они меньше килограмм весят. То есть, если у тебя две собаки там начали выяснять отношения, то ты, по крайней мере, одну собаку как следует можешь за шкирку поднять рукой. Этого ты рукой не поднимешь и не откинешь никуда. Да. 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 Мне же такое да-да, да. в том отношения, что.. в Ликутске таких на профессиональном уровне гонок еще не было. Да. Ну такие наши, которые мы собираем, это как называется ребут после уник Seriously Podcast soorite's ехать, где ее вот эквенотер деньги. На базе того, что мы семинар проведем, мы в конце выаничим третьего дня провести мини гонку. Да. ЕгIMA partena'e. Как sodium. И, значит, девушек с этими, ну, таких нормальных, которые секретари будут все записывать от и до время короче. Здравствуйте. 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 Ижелистарияме. Выспокоились с полукатой. Я не знаю. Осень. Вы относились к нам? Вы относились к нам? Вы относитесь к нам? Ага, сам это я. Это было прекрасное. Помимо к этому людям, видимо, в его цирк, в ее деревне, в ее местах, в их местах... Значит, они были прекрасны. Но они стали случить, как у нее не так. Они были абсолютно очень приятно. Соедините их как-то. Они были бы так, как-то они не. Еще они были бы так. Иногда они были в документе. Вот это отCamille. Он стал бы так. С ним было как-то не было хорошо. Я не знаю, что они не знают, что они не знают. У нас теперь не убивают собак на улицах, у нас их отлавливают и увозят в пункт передержки. Если в течение 10 дней не найдется хозяин, тогда да, тогда собак усыпляют. Но именно в этом пункте передержки, то есть не на улице, и вроде бы как питомник на Очиченко находится. Все, кто потерял собаку, сразу в первую очередь нужно искать на Очиченко, не помню адрес какой, но пункт передержки, он два ГИС есть везде. Да, да. Это было бы не так, что это было бы не так. Да. Он был в Ленской зоне, который был в семинаре Калим. Он был в Баратан Бахаром, который был в Баратан Бахаром. Он был в Бахаром, который был в семинаре. Можно я немножко добавлю? Самое главное в нашем спорте, в таком, что вообще нет ни возрастных ограничений, ни каких-то там, даже не совсем здоровые люди могут этим заниматься. То есть толстый, худой, разницы нет. Собаки все удачат. И самое главное, нет никаких действительно ни возрастных, никаких либо других ограничений. Нет ограничений по породности. Да, и нет ограничений по породности. Можно же пользу собаку научить. И еще очень важно то, что люди знакомятся, сближаются, и возникают такие, как бы, очень прочные, дружественные связи. Это тоже сейчас, кстати, не очень так, немаловажно. Потому что люди привыкли сидеть уже в интернете, никуда не выходят, ничего. А тут, пожалуйста, такой повод для общения есть. Да, это очень важно.